Пострадавшего врача переведут в одну из больниц краевой столицы. Там проведут дополнительное обследование. Напомним, инцидент произошел 17 апреля в Третьяковском районе. Пьяный Барнаулец ворвался в Старолейскую районную больницу с окровавленной повязкой на голове. Когда медики попытались оказать ему помощь, тот неадекватно отреагировал и начал драку. Тему продолжит Яна Аксенова. Это уже не первый случай, когда пациент нападает на медиков. В прошлом году в России было зафиксировано свыше 1200 фактов насилия. На этот раз пострадали несколько человек. Кто-то получил ушибы от сильных ударов. У анестезиолога-реаниматолога Юрия Еремеева закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Сейчас мужчина находится под присмотром врачей в хирургическом отделении. Как вам показалось, в каком состоянии находился этот мужчина? Ну, неадекватно, точно. Ну, возможно, был пьяный. Что себе отчет он не отдавал, наверное, не знаю точно. Вы сказали, что он что-то кричал, что-то говорил? Да, в основном невнятные какие-то крики были. Единственное, что вот разобрал его, что он кричал, я умер, я умер. Пытались мы с Ириной Юрьевной встать между ними, как-то защитить доктора, потому что он постоянно наносил беспорядочные удары по голове. Нас с Ириной Юрьевной кулаками не бил, но хватало, кидывал. Два раза вот я попала на дверь и головой ударилась. Третий раз он меня кинул на стену, я головой ударилась. Неизвестный нападавший задержан. Инцидентом уже заинтересовались сотрудники Краевого следственного комитета. Сейчас они проводят доследственную проверку. А вот что касается безопасности врачей, в Госдуме уже появились законопроекты, которые ужесточают наказание за насилие в отношении медиков, вплоть до пожизненного лишения свободы. Яна Аксенова, Елена Заздравных, Олеся Рженцова, Роман Хайрулин. Новости.